Виктор Парликов Виктор Парликов Виктор Парликов Но это знак о том, что даже критическая инфраструктура уже не является каким-то табу. Если будем смотреть на то, что происходило непосредственно до референдумов в Украине. Война шла с февраля по конец сентября. Грубо говоря, это было 7 месяцев. При этом газ тек. Газ шел, в том числе через Украину, в том числе на Запад. Шли поставки других каких-то товаров. Да, были какие-то ограничения по инфраструктуре. Украинцы не хотели принимать на одной станции, которую они не контролируют. Багазины. Да, газы. И так далее. Но, в принципе, за исключением опасной возни вокруг Запорожской АЭС и тем, что происходило на Чернобыльской АЭС, критическая инфраструктура, она, скажем так, была, ну мне так кажется, я это так оцениваю, была таким элементом табу. То есть, да, мы можем там воевать вокруг нее, мы можем даже где-то перекидываться ракетами, но сами, условно говоря, критические объекты инфраструктуры не являются, то есть, не будем трогать. Сейчас, после взрывов, я это не связываю, то есть, я считаю, что то, что стало с Крымским мостом, это примерно продолжение той же логики, что на Северных потоках. То есть, была передана, на мой взгляд, Россия перешла красную линию с точки зрения присоединения других территорий. То есть, там много можно было говорить о легитимности ЛНР, ДНР. Понятное дело, что никто из цивилизованного мира, практически никто вообще, кроме России, там еще Никарагуа, еще там пару стран, не признал их как государство. Но вокруг этого хотя бы можно было, то есть, это был статус-кво, это был зафиксированный статус-кво, в том числе статус-кво в военном смысле. И с самого начала, даже когда объявлялась та же специальная военная операция, как ее называют в России, говорили, что мы идем защищать кого? Защищать народ Луганчин и Донечин. Как сейчас, я думаю, что после того, как были проведены референдумы, после того, как результаты этих референдумов были признаны официально только Россией, и государственные учреждения России фактически аннексировали часть территории Украины, юридически, не фактически, а юридически аннексировали часть территории Украины. Я думаю, что это была та красная линия, которая была пройдена, и после которой даже те табу, которые были, потихоньку начинают сниматься. То есть, я думаю, что взрывы на потоках, атака по мосту, хотя атаку по мосту Украина обещала давно, но провели только после этих референдумов. Я их рассматриваю именно в этом контексте. И опять же, в продолжении, так как мы будем говорить про энергетику, я считаю, что это вполне себе означает, что риски для ударов по критической энергетической инфраструктуре выросли. Возрастают. Да. То есть, если раньше, например, те же газопроводы, трансформаторные большие подстанции, электростанции и так далее, их особо не трогали, особо. В Украине только в, скажем так, при фронтовой части. В Харькове, да. В Харькове, да. Около Днепропетровска, да. Вот там где-то. А по всей остальной территории Украины, в принципе, этого не было заметно. Я не исключаю, что после этих всех демаршей, например, Россия попытается нанести удар по железнодорожным тоннелям на западе Украины. То есть, есть... То есть, я думаю, что если до сих пор вот эти табу были, что хорошо, давайте так. То есть, я думаю, что договоренность была неформальная. Я, опять же, конечно, не могу этого знать. Но вот по фактологии, если смотреть, то из этого можно вывести примерно следующее. Так, вы не трогаете нашу критическую инфраструктуру, мы не трогаем вашу критическую инфраструктуру. Сейчас некоторые табу уже сняты. То есть, насколько я понимаю, удар по Крымскому мосту, и тем более, если его окончательно, его железнодорожную часть тоже разрушат, потому что я не думаю, что на этом остановится. Я думаю, что Крымский мост будет пытаться добивать. Будет означать, что Россия таки будет наносить удары, скорее всего, по критической инфраструктуре на территории Украины. И это означает в том числе, что под риском находится инфраструктура железнодорожная, энергетическая и так далее. И не исключено, что будут прилеты совсем недалеко от Республики Молдова. Конечно, по Молдавской грязи они не ударят. Это все-таки не территория Украины. Мы сейчас о ней как раз поговорим. Но, скажем так, удары недалеко от наших границ по каким-то узловым... Узловым станциям, по мостам, которые есть, допустим. Это все становится гораздо более вероятно. Да. Вот смотрите, Виктор, продолжение этого вопроса. Как вы думаете, вот смотрите, сегодня, каждодневно мы слышим какие-то заявления о том, что вот Россия может отключить снабжение газа, об этом говорят наши политики. Потом, значит, об этом очень тихонечко заявляют какие-то эксперты о том, что да, теоретически возможно прерывание газоснабжения. Но, в принципе, сам механизм этого прерывания газоснабжения никто не рассказывает. Все ждут какого-то там 20-го, условно говоря, числа, когда говорят, вот это точно может случиться. Если до 20-го числа не заплатят некий аванс, то в этом случае Россия перекроет газоснабжение Республики Молдова. Как фактически это произойдет? Что вы думаете? Предположим, Молдова заплатила, что произойдет, или Молдова не заплатила. Мы сейчас говорим только о 20-м числе. 20-го числа каждого месяца. Вы знаете, я бы не стал привязываться к оплате, не оплате, к 20-му числу или к 1-му числу. Я как элемент обсуждается. Да, именно. Я смотрю на это не с точки зрения технических или каких-то, скажем, поводов, по которым это может произойти. Потому что реально при желании, слушай, не надо поводов. Виновен ты лишь тем, что хочется мне кушать. То есть есть какие-то стратегические задачи, которые преследует, скажем, Российская Федерация. С другой стороны, стратегические задачи, которые стоят перед властями в Кишиневе. У каждого есть инструментарий, которым он может распоряжаться, что он может делать. И вот исходя из этого принимаются решения. А поводов можно придумать миллион. То есть если бы реально не оплата, не своевременная оплата представляла бы какую-то реальную проблему для Газпрома, ну не накопили бы мы 700 миллионов по их расчетам долгов. Ну как, невозможно накопить такую сумму, если тебя каждый раз, когда ты это вовремя не оплатил, отключают. То есть понятное дело, что это не деньги являются и не оплата, а своевременно является предметом или поводом для каких-то действий. Поводом, мы сказали, что может быть предметом, главной целью быть не может. Есть какая-то другая главная цель? Какая? Значит, смотрите, на мой взгляд, во-первых, я бы здесь стал чуть-чуть разделять Газпром и Кребль, потому что я не уверен, что Газпрому эта вся история сильно нравится. Именно потому, что Газпром как коммерческое предприятие, по крайней мере до тех пор, как Россию попытались изолировать от глобальных, в том числе финансовых, рынков, он был довольно плотно интегрирован в международный финансовый механизм, он торговался, листинговался на биржах, он привлекал деньги, финансирование из внешних источников. Соответственно, для него вот эти все игры в политику, и давайте-ка мы профинансируем, условно говоря, на 8 миллиардов какой-то преднестровский регион, для них это не очень приятные вещи, но, видимо, другого выхода у них не было, и поэтому я чуть разделяю Газпром и Кремль, но нужно понимать, что Газпром не может перечить Кремлю, Кремль может диктовать Газпрому, что ему делать, даже если в Газпроме этого не сильно хотят. Так вот, на мой взгляд, основная задача Кремля на данный момент, это каким-то образом попытаться решить преднестровский вопрос без минимизации для себя издержек, и по возможности каких-то выгод, получения каких-то выгод. В чем заключается, почему я считаю, что это все крутится вокруг преднестровского вопроса, и преднестровской иллюзии независимости, скажем так. Потому что даже по этим высоким ценам правобережье доказало, что оно платежеспособно, что оно платит, и платит свое время. Да, мы можем говорить о том, что есть периодические задержки, что есть некоторые задержки, что там оплатили не 20-го, а 30-го, закончили платить аванс и так далее. Но в принципе, правобережье, даже несмотря на просто колоссальные цены, которые мы не могли себе даже представить еще два года назад, наши потребители выплачивают, правобережье Молдова справляется с этой нагрузкой. Пока что, да. Значит, левое бережье, оно не платило хронически, оно не платило практически никогда. Соответственно, поставку газа на левый берег, она практически априори списывается «Газпромом» на потери. То есть там… Это мы стороны «Газпрома» смотрели. Да, никто даже не ожидает никаких оплат с той стороны. Теперь, почему я считаю, что вопрос вертится вокруг Приднестрова? Потому что, как только прекращается подача де-факто бесплатного газа, там долги накапливаются, их считают, но смысла там считать больше нечего, потому что эти долги ничем, собственно говоря, не покрыты. В Приднестровье нечего взять на 8 миллиардов долларов. Да, но при этом есть «Молдова-газ», ведь «Молдова-газ»… Даже у «Молдова-газ» нечего взять на 8 миллиардов долларов. То есть просто нет таких активов и ничего. Соответственно, что происходит? Если прекратить подачу, то есть если прекращается история с де-факто бесплатным газом в Приднестровский регион, Приднестровье погружается в экономический, социальный и гуманитарный коллапс. Просто потому, что там не выдерживает ни экономика, ни бюджет, ни социалка, ничего. Я коротко, мы с вами это проговариваем в других передачах, но для ваших телезрителей я повторю, что такое Приднестровский регион. Приднестровский регион – это такое небольшое образование, которое превращает бесплатный газ в деньги, тепло, экспорт, валюту и все что угодно. То есть как это происходит? Бесплатный газ попадает, бесплатный де-факто, потому что за него не оплачивают, попадающий в Приднестровский регион. Ту часть денег, которую приднестровские потребители оплачивают по внутренним каким-то тарифам за этот газ, они уходят на так называемый специальный газовый счет, из которого выплачиваются пенсии, социалка, дороги строятся, школы финансируются и так далее. То есть более 50% бюджета Приднестровского региона на данный момент зависят фактически от вот этого специального газового счета. А деньги, которые не выплачиваются, потому что газ внутри все-таки продается по смешным ценам. Для нас. По внутренним ценам Российской Федерации. Нет, даже ниже. То есть вот эта разница, это просто прямая субсидия для того, чтобы отслежать этот регион. Соответственно, предприятие, работающее в этом регионе, Молдавская ГРЭС. Молдавская ГРЭС не смогла бы производить и продавать электроэнергию на правый берег по 67 долларов, если бы она оплачивала газ по тысяче. Ну просто так не бывает. Да, у него была такая же цена, как у нашей Молдавской ГРЭС, как у нашей ТЭЦ, примерно 64 долларов. Дороже, потому что на ТЭЦ они продают еще тепло, за счет этого электроэнергия чуть дешевле. А на Молдавской ГРЭС, условно говоря, при тысяче долларов за тысячу кубов, мегаватт-час был бы порядка 300-300 с чем-то долларов за мегаватт-час. То есть, по сравнению с нынешними 67 за мегаватт, это в 4-5 раз больше. Соответственно, это Молдавская ГРЭС, ММЗ тоже самое, который держится на фактически дармовом электричестве и газе. Цементный завод в Рыбнице, что угодно, не знаю, там эти осетры, экспорт, экспорт, да, криптовалюта, опять же, экспорт овощей, все что угодно. То есть, это все держится на фактически бесплатном газе. Как только бесплатный газ из формулы исчезает, все это не выдерживает никакой конкуренции, потому что нет там таких денег, чтобы платить за это по современным ценам. Соответственно, сейчас, я думаю, что то, что делает, то, что решение, которое принял Кремль, это попытаться кинуть эту горячую картошку, как я ее назвал в одной передаче, кинуть эту горячую картошку в Кишинев. То есть, ну, мы не говорим о том, что мы не прекращаем. Можно подчеркнуть, Виктор, вы объясните еще немножко, что в Кишинев он закидывает не потому, что он, в принципе, политически решил, вернее, закидывает не только потому, что он решил политически, а потому, что юридически может это сделать. Так как газ принимает Молдова-газ, и это Молдова-газ распределяет затем газ для левого берега своей же организации, Террасполь-Трансгаз, которая является ее дочерней организацией, она же учредила ее. И Молдова-Трансгаз, соответственно, с другой стороны. Просто разница в том, что Террасполь-Трансгаз еще выполняет роль у них дистрибьютора на их стороне, и плюс еще выполняет роль поставщика газа. А в Молдове это все разделено, то есть, все организации разделены. Да, да, то есть, я думаю, что... То есть, это позволит им сделать таким образом? Еще один момент, который мы не уточнили, тоже как вводную нужно сказать, для того, чтобы... Понять, да, расклад сил зрителям. Договорный данный договор, просто потому, что до конца апреля, до 1 мая, не было подписано решение по долгам, по урегулированию долгов правого берега. Значит, по протоколу, который был подпишен в октябре прошлого года... Не только, и по дополнению номер 19, в пункт 10, там написано что-то ясно. Да, на которые создались дополнения номер 19 в контракте. Договоренность была такая, что молдавская сторона проводит аудит. На основании этого аудита мы договоримся с Газпромом об урегулировании этих долгов. Значит, эта работа завершена не была, поэтому с 1 мая, в принципе, Газпром юридически имеет право расстроить этот договор. И почему, опять же, я возвращаюсь к этой мысли, почему я считаю, что весь вопрос вертится вокруг Днестрова. Потому что, если бы Газпром действительно не хотел, как у меня тоже была одна из рабочих гипотез, что Газпром будет форсировать события не для того, чтобы расторгнуть контракт, а для того, чтобы перезаключить его на других условиях, чтобы формула была все-таки ближе к споту. Чтобы надавить на власти в Молдове, чтобы они приняли другую форму. Это тоже не исключенный вариант, но все-таки, что те действия, которые я вижу сейчас, они о чем говорят? Они говорят о том, что Газпром не хочет расторгать этот договор. Не хочет. Потому что, если бы он хотел, право юридически есть. И вот здесь следующий вопрос, почему он не хочет. А вот почему он не хочет, для меня очевидно. Потому что основная роль Газпрома по задумке Кремля является... Я уверен, что Газпром бы давным-давно расторг бы тот договор и... И нашел бы какие-то другие решения. Забыл бы думать про него, как страшный сон. Но в Кремле ему не позволяют. И говорят, нет, дорогой, ты тут вертись как хочешь, но Приднестровье газ подай. И вот в этом сложность. В этом, с одной стороны, уязвимость Газпрома. С другой стороны, уязвимость и наша. Потому что, если, не дай бог, туда прекратится подача газа, то на правом берегу тоже будет не сильно сладко. Эти люди не перепрыгнут через Украину, чтобы убежать в Россию. Эти люди, если начнется гуманитарная катастрофа, прибегут сюда. Она начнется потому, что туда не подали газ, нет газа, нет теплокар. Нет тепла, нет электроэнергии. То есть, там проблемы просто... Начинает сыпаться все. Хотя, частично, я думаю, что если в этом случае мы начнем брать с Украины, то он будет проходить через Молдавскую грязь эти линии. Они потихонечку будут так устроены. Можно его подворовывать, но фактически... Отбирать просто это будет. Ну, тут опять же, я думаю, что это... И тут еще возникает, вы как-то сказали, такая проблема, что все равно будут точно, как и с газом, писать эти все долги украинцы на Молдавскую сторону. Молдавская основная говорить будет, я столько не потребил, у меня где-то по дороге потеряно. Какие-то потери, возможно, спишут, но остальные придется требовать с Приднестровского региона, так как это будет явно, что взяли они, но на другой никто по дороге не находился. Именно. То есть, тут... Это мы говорим о линии, которая подадут через Кучерганскую грязь. Вопрос, опять же, если начнется такая, скажем так, энергетическая война, выигравших дней не будет, потому что пострадают все, пострадаем и на правом берегу будет нестабильно, и на юге Одесской области будет нестабильно, и в Приднестровье, и в Одесской области, то есть, около Одессы, вообще, и с электроэнергией, и с газом. Значит, доводить до вот такого прямого противостояния энергетической войны, я думаю, никто не хочет. В принципе, опять же, если рассматривать абсолютно, скажем, технически, конечно же, у украинской и у молдавской стороны позиции лучше с точки зрения возможности преодолеть этот кризис. Потому что, даже несмотря на то, что там в Приднестровье находится действительно мощнейшая молдавская грязь с точки зрения генерации, но, скажем так, она не может сама работать вне какой-то из этих систем. Понимаете? То есть, условно говоря, диспетчераты и инструменты отключения, в том числе и молдавской грязь, есть и в Кишиневе, и в Киеве. То есть, она не может... То есть, технически и юридически больше шансов гораздо на украинской и молдавской стороны, для того, чтобы в Приднестровье было более сговорчивыми, как минимум. Если молдавская и украинская стороны могут с собой договорятся, то, безусловно, в Приднестровье будет очень туго. И поэтому я не думаю, что в Приднестровье или в России кто-то хочет доводить вопрос до вот этой энергетической войны. Я просто сразу скажу, с чего начнется даже, не чем закончится. Начнется с того, что отключат линии 330 кВ, которые идут на Кишинев. Нет. А Украина на Кишинев? Они закроют 330 на ММЗ. ММЗ снабжается 330 с украинской стороны? Да, с Украины. Так вот, и если это отключается, то весь ММЗ превращается в такой большой металлический куб. Да. И на этом все заканчивается. Соответственно, то есть, скажем так, вероятность этих сценариев, я даже не хочу рассматривать, будет туго. Будет туго всем, но больнее всего будет приднестровцам. Поэтому, на мой взгляд, опять, я считаю, что сейчас в России, понимая уязвимость Приднестровья, которая зажата между Украиной и Молдовой, понимая, что ни военным путем, ни экономическим, ни энергетическим шантажем, опять же, нужно еще одну вводную добавить, что с 16 сентября 2022 года украинская и молдавская энергосистемы, электроэнергосистемы присоединились и стали частью большой европейской системы НСОЕ, отсинхронизировались с НСОЕ. Что это означает? Это означает, что де-факто, если раньше мы были периферией, Молдова была периферией бывшей советской энергосистемы, сейчас мы, фактически, наша энергосистема комфортно существует между двумя крупными энергосистемами, украинской и румынской, которые между собой тоже синхронизированы. Соответственно, на сегодняшний день отключить при помощи, как раньше можно было, если бы Молдавская ГРЭС раньше отключила линии 330 на Кишинев, то у нас были бы перебои, у нас были бы отключения электроэнергии в целых регионах страны. А на сегодняшний день, я считаю, что эта вероятность сведена практически к нулю. То есть, даже если они отключат эти линии, электроэнергия в Кишиневе и во всех остальных населенных пунктах будет. Будет нестабильно, особенно, я думаю, что особенно нестабильно в некоторых южных регионах, но система выдержит. И вот здесь возникнет вопрос, то есть, не то, что возникнет вопрос, а это просто вводное, которое нужно понимать, что если раньше бы, почему раньше этого, то есть, такого... Оптимизма. Да, такой уязвимости Приднестровья не было, и не было необходимости Кремлю что-то так резко, срочно, быстро пытаться решить. Потому что раньше были инструменты, довольно мощные инструменты энергетического шантажа. Сейчас они не работают. И сейчас, я так понимаю, что в Кремле, опять же, осознают, что нужно быстро эту проблему, нужно каким-то образом эту проблему решать. Потому что Приднестровье само, будучи зажато и не имея инструментов шантажа, давление на Украину и Молдову, оно очень быстро может... Поискать собственный путь. Этот собственный путь может быть не такой приятный. Очень быстро закончится этот собственный путь. Да, да, да. Или не таким приятным для Российской Федерации. И поэтому, насколько я понимаю, в Кремле не хотят сейчас брать на себя ответственность за такого рода кризис. Поэтому, что они делают? Несмотря на то, что ограничение поставок газа является нарушением контракта, они предлагают молдавской стороне выбрать. Ну, если хотите, можете расторгнуть этот контракт. То есть, они считают, что инициатива должна быть с той стороны, которую они потом могут обвинить в том, что они виноваты в этой гуманитарной катастрофе Приднестровья, в параллелах Молдовы и так далее. Это чисто выгодно политически. Да. Я думаю, что это чистая политика. Они пытаются на Кишинев перекинуть ответственность за... Потому что, опять же, тут у Кишинева два выбора. С одной стороны, есть возможность, например, большее количество или большое количество этого газа, который входит в 5,7 миллионов кубов в сутки, который Газпром продолжает поставлять. Оставить на правом берегу. Но тогда, мы уже говорили, что на левом берегу будет... Проблемы большие. ...гуманитарная катастрофа. Но за эту катастрофу Газпром и Кремль скажут, это все молдавские власти, мы там подали, а эти все забрали себе. Я думаю, что да. Я думаю, что политически нужно представить и Украину, и Молдову. То есть, Украину и Молдову. Даже не столько представить нас в плохом свете, сколько себе умыть руки. Сказать, что мы за это не ответственны, это не мы. Так зачем же, наверное, 30 лет вы содержали это в Приднестровье? А потому что... А почему стрелки на карте у Лукашенко были в сторону Приднестровья? Потому что они действительно рассчитывали сюда дойти очень быстро. И тогда всего бы этого не было. Если бы они контролировали всю трубу, о которой мы говорили на предыдущей передаче, от входа в Луганскую область до Террасполя... Это один из вариантов, но хотя наша труба больше идет из Суджи. Наш... Я понимаю, но я к тому, что если бы они контролировали хотя бы один маршрут... Они бы гарантируют, что они будут поставлять? Конечно, они бы 100% могли бы гарантируют, что будут поставлять в Приднестровье, и им бы плевать было на все остальное. Но сейчас они не могут этого делать. Просто не могут. И возникает вопрос, что нужно что-то решать. Если мы не можем военным путем пробиться, и если Россия не может военным путем пробиться и контролировать, то давайте скинем этот вопрос в Кишинев, пускай они возьмут на себя эту ответственность. А потом это еще будет повод для того, чтобы десантироваться, потому что мы защищаем российское население. Сейчас они на это, я думаю, военных сил у них на это нету, но на будущее они это себе запишут, что вот да. Что когда-то обидели русские населения. То есть сейчас, я думаю, что выбор, перед которым они ставят кишиневские власти, наши власти, заключается в следующем. Либо вы спасаете правый берег, передаете весь этот относительно дешевый газ, потому что все-таки по тысяче, это не по 2500 за тысячу кубов. Передаете на правый берег, но берете на себя политическую ответственность за катастрофу на левом берегу. Либо вы передаете на левый берег часть или большую часть этого газа, сохраняя жизнеспособность Приднестровского региона, но потом вам нужно будет объясняться со своими потребителями в Кишиневе, на правом берегу, не только в Кишиневе, везде на правом берегу, и рассказывать им, а почему это левый берег вы кормите, а то, что мы должны докупать нехватающий нам газ по другим ценам и, соответственно, оплачивать по другим тарифам. Гораздо более высоким. То есть, я думаю, что Кишинев ставят именно перед этим неудобным выбором. Про то, что это один из возможных сценариев, я, например, говорил где-то с апреля месяца. Правда, я рассматривал тогда не половинчатые решения, что там, а вплоть до радикальных. Либо да, либо да. Что Газпром просто прекратит полностью подачу газа. Газпром сделал так, потихонечку нагнетает атмосферу. Но в теории, я думаю, что мы не только в теории, мы на практике, мы должны быть готовы к подобному развитию событий. Мы должны быть готовы к варианту того, что на левом берегу начнется какая-то гуманитарная катастрофа, в том числе потому, что это не зависит только от нас. Этот процесс, эта гуманитарная катастрофа может быть запущена либо Газпромом в одностороннем порядке, либо Украиной в одностороннем порядке. Это тоже нужно понимать. Либо Молдовой в одностороннем порядке. То есть из три стороны, которые, независимо друг от друга, могут запустить этот кризис. На сегодняшний день, даже если просто Украина скажет, давай не буду прокачивать газ в этом направлении. Хотите подавать газ в Молдову, подавайте его через Орловку. Все. Украина может сказать. Господин Парликов, сейчас мы обсудим этот вопрос, как раз технические вопросы подачи, как может подаваться газ, и как может развиваться дальше ситуация. А сейчас, уважаемые телезрители, рекламная пауза. Спасибо большое всем, кто был терпелив и прослушал нашу рекламную паузу. Мы продолжим диалог с Виктором Парликовым, экспертом в области энергетики. Вот вы рассказали про Орловку сейчас. Здесь сразу у меня возникает несколько вариантов. Раз мы уже стали обсуждать технические вопросы более близко к тому, что может развиваться как сценарий дальше, меня, в общем-то, заботят несколько вопросов, которые имеют свои какие-то сигналы, подают, и эти сигналы разрознены, может быть, вы обнеете. Во-первых, вдруг ни с того ни с сего Приднестровье заплатило некоторые 5 миллионов долларов. Никогда за транспортировку не приходили эти 5 миллионов. Второе, появляется некое соглашение к контракту о том, что будет транспортировка оплачиваться отдельно, дополнительные объемы молдавской стороны, часто тема обоих газ. Это связанные вещи. Да. То есть, скорее всего, это связанные вещи, я тоже так думаю. Но я бы их увязал еще в другие параллели. Третий вопрос, который здесь хотелось бы обсудить, вдруг почему-то Анре отказывает всем в выдаче лицензии на оптовую продажу газа. Как вы думаете, здесь какие-то есть связи между ними? Если можно, развейте, пожалуйста, эту мысль. Ну, опять же, это укладывается в рамки того, о чем говорили мы до сих пор, о том, кто возьмет на себя ответственность за кризис в Приднестровском регионе. Почему? Потому что с мая месяца были попытки разного рода получить лицензию, если мы начинаем говорить, я буду отвечать на вопрос сперва по лицензии. Получить лицензию на поставку газа именно для того, чтобы поставлять газ в Приднестровье. То есть, и это даже люди, которые пытались получить, которые получили эту лицензию в итоге, которые хотели поставлять газ, они даже не скрывали, что у них собираются поставлять газ в Приднестровский регион. Зачем это нужно было? Газпром искал судорожно возможности, как юридически поставить газ в Приднестровский регион, минуя Молдова-газ. То есть, если бы у них была возможность юридически найти формулу юридическую, как поставлять газ в Приднестровский регион, конечно же бесплатно, никто бы не просил за его оплату. Это уже не наш вопрос. Но поставлять газ в Приднестровский регион без того, чтобы проводить его через Молдова-газ, на который завязан левый и правый берег, то они бы сделали это. Они бы тогда поставляли газ на левый берег через одного поставщика, а с Молдова-газ бы они просто расстроили контракт. И это не был бы терраспольтрансгаз, потому что он не может получить лицензию по некоторым взятиям. То есть, вопрос в том, что видно было, что российская сторона ищет возможность, как поставлять газ на левый берег в обход Молдова-газ. И для меня тогда это еще было удивительно с другой стороны. Потому что для меня это был сигнал о том, что в принципе Газпрому наплевать на все. Потому что они же понимают, что если не расторгнут контракт с Молдова-газ на поставку газа, и не будут поставлять газ на правый берег, то мало того, что они денег никаких не получат, что эта компания, ну, как бы это сразу... Банкрот. Банкрот, да. Дело в том, что даже те долги, которые они, как бы, Молдова-газ, значит, должна Газпрому, а как ты их получишь? Сейчас ты их можешь хотя бы каким-то образом получать из... Через тариф. Уличные тарифные отклонения могут позволить им отдать тариф. А как? Если у тебя нету контракта... Если нет контракта, то не поставляешь, что нет источника. Да. Все остальное, вся конструкция, опять же, не выдерживает. Соответственно, для меня было понятно, что они пытаются найти возможность поставлять на левый берег, для того, чтобы иметь возможность, значит, обнулить контракт, то есть расторгнуть контракт по правому берегу и форсировать изменение условий контракта или еще что-то в связи с правым берегом. Именно поэтому я считаю, что на данный момент не... То есть ввелись ограничения по выдаче лицензии и по деятельности в области поставки. Я думаю, что это связано именно с этим, чтобы не оставлять... Иллюзий у каких-либо компаний о том, что они могут... Хотя я думаю, что даже, то есть на мой взгляд, даже если бы данная компания получила бы контракт, они бы все равно физически поставлять газ туда не смогли бы. По причине? Просто потому, что Украина бы не пропустила. Да, это взаимоотношения все равно были на политическом уровне между Молдовой и Украиной. То есть я думаю, что газ через Украину в Приднестровье сейчас течет только потому, что в Украине понимают, что это газ и для правобережья. То есть если из этой формулы выключить правобережье, я думаю, что газ очень быстро прекратится. И их не интересует Украину, их потребители, которые имеются... А я думаю, что они их запитают с юга. Я думаю, что они их запитают с юга. То есть найдут варианты, как бы запитать. Здесь очень интересный вопрос такой, давайте вот, чтобы разобрать до конца. Сегодня «Газпром» газом обладает собственностью до границы Молдовы. Вы знаете, он прописан. А вот когда ты заключаешь договор, я к тому, что вы рассказали, скорее всего, к этому ведете. А с учетом того, что вы заключаете на дополнительный объем о том, что уже кто-то другой проплачивает по Украине, получается следующим образом. Сегодня вы имеете 5,7. Завтра вы начинаете уменьшать эти 5,7. Объем необходим и при Дестрове, и Молдове. И все дополнительные заказы, соответственно, заказываются от границы Украины. Ну это же дополнение к контракту. Это же будет дополнение к контракту. В России указано, что первые 5,7 миллионов. То есть ты не можешь уменьшать 5,7. В контракте прописано 5,7. Все, что до 5,7 миллионов, я могу даже сказать, откуда эти 5,7 миллионов. Эти 5,7 миллионов, это та часть, которая входит в объемы уже законтрактованные «Газпрому» у «Укрнафтогаза» в 2020 году. То есть в 2020 году, если вы помните, был подписан контракт на прокачку газа через Украину. Да, но там транзитная транспортировка, условно говоря, 109 миллионов в сутки и 40 миллиардов в год. Так вот, из этих 109, 5,7, это сюда. То есть это вошло туда, в тот договор, по которому они уже оплачивают. То есть это уже, поэтому они сказали, что вот все, что выше 5,7, пожалуйста, оплатите дополнительно. Это впервые случилось, вот действительно в 2021 году. Это не противоречит тому, что я говорю. Даже если 5,7, правая сторона зимой забрала себе полностью 5,7, они заказали через другого поставщика, через Украину транспортировку на Приднестровье, оплатили ее, пусть даже она будет стоить 29-40 долларов. Это транспортировка дополнительных объемов с номинацией, даже месячной, предположим, номинацией, вот не годовой, месячной. Потому что суточная неверо дорога будет стоить в Украине, там 64 можно применить у них, насколько я помню. И она дойдет до Приднестровья. Вопрос в том, что в Приднестровье нет оператора, который бы принял этот газ. Вопрос, кто будет принимать как оператор газ. И даже если наявится какой-то экономический агент, который получил бы лицензию на оптовую торговлю, он бы не мог получить там, потому что там есть транспортный оператор, с кем ты заключаешь контракт. Это первое. Чтобы устранить этот недостаток, что делает Газпром? Газпром заключает договор с Украиной таким образом, что он владеет газом до точки входа в Молдову. Это прописано в контракте. Таким образом, Украина отобрать этот газ не может, а передает он все равно кому, Украине, потому что, в конце концов, там может быть любой экономический агент, который принимает. Вы же можете с Украины подать не обязательно оператору, вы можете отдать и экономическому агенту, который уплачивает. Если он не имеет другого ответвления, приграничный потребитель. Такое возможно. В данном случае, когда появляется ситуация с вот этими 5 миллионами, с дополнением контракта, тут начинается поиск вариантов, при которых эти объемы будут заходить, но операторов все равно нет. Как они собираются решить вопрос тогда в Приднестровье? Я понимаю, дело же в шоу. Как они собираются решить вопрос с рыбницей, которую получают через резину? Да, да. Да, можно открыть АТИ, но это нужно тоже договориться с украинцами. Ну, АТИ, по-моему... Не АТИ, я извиняюсь, АЧБ. АЧБ с той стороны. Как можно АЧБ открыть? АЧБ это Ананев, Черновцы, Богорчан. В его нормальном направлении, как он идет в сторону Богорчана. Технически возможно, но юридически опять проблема. Я думаю, что вы, как бывший работник Молдова Трансгаз, безусловно, знаете очень хорошо техническую часть. Я считаю, что все эти вопросы, они pertinent, они имеют смысл и они правильные. Но, я хочу сказать, что вне зависимости от технических деталей и подробностей, связанных с контрактом, с где, как будет проходить газ, кто физически будет или через какой вентиль открывать-закрывать, решения, эти решения, они имеют гораздо более, скажем, политический характер, чем технический. То есть, в техническом уровне ищется просто какое-то юридическое сопровождение или технический оператор, который возьмет на себя ту или иную функцию. Я думаю, что проблема в первую очередь политическая. Потому что, если на политическом уровне украинцы скажут, что газ для Приднестровья без правого берега мы не пропустим, то там в этих контрактах может быть написано все, что угодно. То там эти операторы могут из себя изображать все, что хотят. Потому что будет принято политическое решение, что нет, и краники все закроют. И потом найдут аргументацию, почему это закрыли. Потому что война, потому что специальное военное положение, потому что еще что-нибудь, что угодно. То же самое с другими вещами. То есть, например, на сегодняшний день юридически Молдова-Газ может запросить у Газпрома подачу газа, как мы сказали, на станцию Орловка. Это на юг республики Молдова, со стороны Румынии, через Орловку на Украине, в Молдову. Мы можем запросить. И юридически Газпром обязан будет поставить туда 5,7 миллионов кубов в сутки как минимум. Вопрос будет заключаться в другом. Но, а будет ли Газпром это делать? Не будет, потому что им нужна гарантия, что получит Приднестровье газ. Вот именно. То есть вопрос, и поэтому я и говорю, что вот это перекидывание горячей картошки, оно, я думаю, не закончилось. Я думаю, что да, Газпром попытался это перекинуть на Кишинев, типа вы решайте. Я думаю, что одним из следующих ходов Кишинева, и если мы уже говорим про моделирование ситуации на будущее. Будет, что кишиневские власти запросят Молдова-Газ, и запросят, чтобы Молдова-Газ запросила газ с юга, со станции Орловка. И перекинут эту горячую картошку опять в Москву. И скажут, ребята, вы будете поставлять газ, зная, что до Приднестровья он может дойти, а может и не дойти на Каушанской станции. В зависимости от того, сколько мы, то есть как мы договоримся с приднестровцами. Вы будете его поставлять или не будете? То есть я думаю, что эти игры еще не закончены, но инструментарий по, условно говоря, перекидыванию картошки, он есть у обеих сторон. Я думаю, что мы еще увидим интересные ходы с обеих сторон. А вы называете Орловку потому, что господин привязывается к Молдово-Газовской линии, Молдово-Трансгаза, или потому, что возможности Яш-Умген не позволяют 5,7 прокачивать? Да, во-первых... Ограничение 4,6-4,8. Там 5 говорят, но речь даже не в этом. Ну, гидрористический расчет, я же тоже умею делать. Речь даже не в этом. 4,8-6. Окей, но речь даже не в этом. Не в этом вопрос будет. Нет, не в том, потому что если... Потому что если САГЧИ, можно нашим телезрителям объяснить, можно газ забрать на румынскую территорию, закачать из Яш-Умген, а на Молдавскую ГРЭС дальше открыть Одесса-Кишинев и запустить его, если необходимо. Нет. На Молдавскую ГРЭС. Нет. Нет. Я техническую часть сейчас озвучу. А давления не хватит? Э, техническую. Я сказал, что есть газопровод. Газопровод есть, но в реверсном режиме там нет станции, которая сможет... В Кишиневе нет компрессорной станции, которая может... Если толкнут где-то 43-45 атмосфер с румынской стороны... А нет, румынская сторона не работает на такие давления. Да? Нет. Поэтому, понимаете, вопрос... Яш-Умген в основном смысле несколько теряется. Нет, Яш-Умген недостаточно даже для того, чтобы запитать юг Республики Молдова. Да и север тоже. Но там попадет с Алексеевки, но это в том случае сегазпром поставляет. С севером нет проблем, на юге проблемы, потому что Яш-Умген и Умген-Кишинев, это газопровод, который может запитать Кишинев, и да, даже и в севере в какой-то мере. Но он не может закачать газ обратно в, условно говоря, Атиши-Декари или Ри, для того, чтобы поставить его на юг Бессарабии. Я хочу пояснить, что господин Парликов сейчас назвал наименование трех газопроводов трансбалканского направления, которые перекачивали в свое время более 30 миллиардов кубометров газа. Да, основным потребителем которых являлась Турция. Значит, юг Республики Молдова и юг Одесской области, они запитаны физически из вот этих трансбалканских газопроводов. Физически. То есть, даже если газ по Яш-Умген-Кишиневу дойдет до Кишинева, туда его подать невозможно, просто потому что из Кишинева туда закачать, в эти трансбалканские газопроводы, нет возможности физически. Нет компрессорных станций, которые смогут создать такое давление. И так узкое наоберение газопроводом километром 500 миллиметров. Соответственно, в любом случае, если не будет давления в трансбалканских газопроводах, вне зависимости от того, что будет происходить в Кишиневе или на Яш-Умгене, ни юг Бессарабии, ни юга Одесской области, ни тем более Молдавская ГРЭС с ее необходимыми объемами запитать технически невозможно. Поэтому я практически уверен, что будет запрашиваться на Орловку, потому что именно с Орловки реверсным ходом до Кауша... Есть компрессорные станции в Орловке мощнейшие, две станции даже. Есть и в Орловке, есть и в Вулканештах, есть компрессорные станции, которые могут дать давление необходимое до Каушан и даже дальше при необходимости. А уже в Каушанах, на Каушанской газоизмерительной станции будет приниматься решение, этот газ течет дальше и в каких объемах течет на Приднестровье, а может не течет ничего на Приднестровье и все забирается на правый берег в сторону Кишинева. Соответственно, и в принципе для газотранспортной системы Республики Молдова это все равно будет запитка с той же ГИС Каушан. То есть оттуда же, это все равно оттуда же идет газ, просто если раньше он шел с Востока на ГИС Каушана, на Кишинев, сейчас он будет идти с Запада. То есть таким образом вы сейчас раззвучили идею такую, что лакмусовая бумажка по отношению к Газпрому и его настоящие интенции, скажем, его настоящие пожелания, намерения и так далее, заключается в том, что Газпром, запрашиваешь по Орловку и сразу видишь, дает он тебе условия доставки или не будет. Другое дело, что по дороге могут быть некоторые условия у турков, у операторов, у болгар и у румынов, но на румынов имеет влияние... Контракт предусматривает обязательства Газпрома поставлять. Точно так же, как он предусматривает обязательства Газпрома поставлять по существующим точкам. Газпром сейчас, я хочу это подчеркнуть, нарушает условия, потому что по условиям, если у тебя запрашивают эти объемы, ты обязуешься их поставить. Конечно же, я поэтому и говорю, если мы запросим на Орловку, нет гарантии, что поставит, но по крайней мере, опять же, ответственность за это должен будет взять на себя именно Газпром. Потому что по контракту эти обязательства, именно Газпромовские, доставить до точки входа. А точку входа, если мы ее указываем со стороны Орловки, значит, будь добр, на Орловку поставь. — Скажите, пожалуйста, а может быть, вот это есть причина того, что, например, наше правительство больше говорит о Газе, больше дает какие-то обещания населению? Кроме таких политических заявлений, больше как-то рассуждают о вопросе, чем Молдовый Газ. Молдовый Газ как-то достаточно очень тихо об этом говорит. И если говорит очень-очень-очень мало, господин Чабан, он знает уже примерно варианты, он уже... — Не, ну то, что они там считают, вероятность... — Вероятности знает, как развиваться будет? — Я не знаю, я не думаю... — И он не говорит об этом правительству, или наоборот, он ходит и говорит об этом правительству? — Я не думаю, что сейчас в Молдове кто-то знает, как оно будет, потому что, опять же, это же как в шахматах. Ты делаешь один ход, тебе делают другой ход. И меняются... — Прошитываешь ходы? — Да, меняются ходы в зависимости от того, что делает оппонент. Ты же не можешь там... Мы не в том положении, что можем, знаете, не оглядываясь делать, что хотим. Нет. Но с точки зрения, я согласен с вами, с какой точки зрения, что да, я считаю, что коммуникация со стороны Молдова-ГАЗ могла бы быть более активной именно с точки зрения этих кризисов. С одной стороны, я понимаю, что, конечно, господин Чабан в его должности ему не позавидуешь. С одной стороны, у тебя крупнейший акционер твоего предприятия, от которого ты зависишь... — Даже твоя должность и назначение. — Даже твоя должность и назначение тут занимается, создаёт проблему. Тебе нужно что-то комментировать. Как ты это будешь делать? С другой стороны, у тебя правительство, от которого ты тоже зависишь. То есть, позиция господина Чабана, безусловно, не завидная. Но я считаю, что если бы я был на месте правительства, на месте, например, спыну, я бы настоятельно рекомендовал бы господину Чабану сказать, выйди, скажи пару слов и объясни людям. Потому что, по большому счёту, обязательства по закону, по поставке, по бесперебойности поставок и так далее, они находятся на Молдова-Газ. Поставщиком последней надежды, так называемой. — Делать им опционе, да. — Значит, и является Молдова-Газ. Обязательство доставить газ всем защищённым категориям потребителей, это на Молдова-Газ. Если вы не справляетесь, конечно, правительство не останется без участка. Но первым, кто должен выходить и отвечать на вопросы, и объяснять, и предлагать разного рода решения, на мой взгляд, безусловно, должны в Молдова-Газ. И я абсолютно не сомневаюсь в том, что там в Молдова-Газ эти сценарии знают, они их считают, они их гораздо детальнее и подробнее, чем мы понимают. И я думаю, что они, безусловно, если у них правительство запросит эти сценарии, не ответить правительству они не смогут. — А в таком случае, насколько сильно протокол, который подписал господин Спын, привязывает господин Спын к проблемам, которые возникают у Молдова-Газ? Или это можно считать протоколом, ну, не то что ничтожным, но скажем так? — Нет, давайте так. — Скажем, это не межправительственное соглашение? — Нет, конечно, это не межправительственное соглашение, конечно, оно не имеет обязательной силы такой, скажем, межгосударственной обязательной силы. На основании этого протокола нельзя, не знаю, какой-нибудь арбитраж ООН, наверное, подать и так далее. Но я думаю, что здесь вопрос даже нужно начинать немножечко с другого. С того, что в прошлом году, если вы помните, в 2021 году, когда ПАС выиграл выборы, они назначили правительство, и встал вопрос по поводу того, что вот нужно заключать контракт, газовый контракт истекает, нужно перезаключать. И тогда ПАС приняло вот такую позицию, я ее назову так, аполитичную. То есть, мы считаем, что в этот разговор не должны вмешиваться политики. Вот пускай экономические агенты Молдова-Газ и Газпром между собой договорятся. — Может, так и лучше надо было сделать? — Ну, они так позиционировались, но это же было понятно, что так не будет. Я понимаю, что даже если правительство очень захочет полностью от этого отстраниться, у него не получится. По двум причинам. Во-первых, правительство элементарно несет ответственность за людей, которые назначают в наблюдательный совет и в административный совет. И они политически несут ответственность за то, чем эти люди там занимаются. Наблюдательный совет и административный совет Молдова-Газ, я имею в виду. — Да, да, я понимаю. Во-вторых, если начинаются социальные какие-то волнения, никого не будет интересовать Молдова-Газ. Люди не побегут в Молдова-Газ, люди побегут в правительство. И понятное дело, что правительство безучастным остаться в этом вопросе не сможет. То есть для меня было очевидно с самого начала, что в принципе, конечно, можно попытаться сыграть в эту игру, но в итоге от политической ответственности тебя никто не избавит. Тебе может казаться, что ты там отстранился политически, но от ответственности политической это не избавит. — Даже Запад при третьем энергопакете не может избавиться. — И вот тут еще один момент. Я думаю, что... Я почему с этого начал? Потому что я думаю, что вот этот протокол, подписанный господином Спыну, и вообще все эти поездки господина Спыну и общение с господином Миллером, это был своеобразный... — Я про это говорил в прошлом году, это был своеобразный такой... — Ознакомительный тур? — Нет, это был такой, знаете, как воспитательный акт со стороны россиян. — Они показали, кто... — А, то есть вы хотите с нами общаться за газ без политики? Ну, попробуйте. — Кто диктует политику, понятно. — Попробуйте. Потому что, и здесь тоже нужно отчетливо понимать. Во-первых, газ это и так выстроил Газпром, так был выстроен под Путиным. Путин с самого начала, одним из первых вещей, что он сделал, взял под контроль Газпром, именно потому, что он понимал, что у этого Газпрома есть роль не только, то есть он может быть не только источником денег. — Это источник политического влияния и могущества. Путин, мы можем говорить, что угодно про него, но вопросы влияния политики и, скажем, власти он понимает. Я думаю, что он понимал их и тогда, но точно мы видим, что он понимает их сейчас. — Что он понимает значение. И он использовал этот газ в течение многих лет в качестве политического инструмента и в Европе, и где угодно. — Теперь вопрос. Если Газпром является политическим инструментом и используется как политический инструмент в странах вроде Венгрии, Сербии, попытках переговоров с Италией и так далее, с чем мы взяли, что в Молдове мы сможем договариваться с Газпромом чисто по бизнесу? — Это первое. И второе. Нужно понимать, почему так происходит. Потому что в структуре цены на газ себестоимость составляет очень низкую часть. То есть, условно говоря, на сегодняшний день стоимость добычи газа и прокачки его до границы с Украиной, условно говоря, до границ с Россией, я думаю, что не превышает 50 долларов. — Может быть, сейчас чуть больше. — Сейчас может быть чуть-чуть больше, но не шибко. Хорошо, допустим, еще прокачка по Украине, еще там 30 долларов. — 29, да, с копеечкой, совершенно верно. — Еще 30 долларов. Ну, в общем, до 100 в сумме. А вот все, что от 100, является предметом торга, предметом договоренности. И вот в этих договоренностях Россию в первую очередь интересует компонента политическая. — Кремль. Нужно подчеркнуть, что Кремль. — Да, Кремль. Я поэтому и говорю, что здесь я рассматриваю Газпром как инструмент, которым пользуется Кремль. Соответственно, я думаю, что вот этот протокол прошлогодний, это был, условно говоря, такой акт по принуждению к переговорам, к политическим переговорам. Потому что, ну, вы не хотели участвовать в этом процессе, вы сказали, что политически в этот процесс вы ввязываться не будете. Молдова-Газ, пускай, договариваются напрямую с Газпромом. Вот мы договорились. Как вам договоренности? А что же вы тогда сразу после этого, только что заявили, что не будете участвовать? И тут вице-премьер куда-то полетел. Отчего бы? — То есть я думаю, что это было именно вот это. Так, чтобы просто показать Кишиневу, что договариваться по газу без политики не получится. — То есть протокол пришлось подписать. Никуда бы не делался господин Спын. Раз ты уже полетел, раз ты что-то заявил, Газпром сказал, слушай, ты сказал, ты подпиши на бумаге. — Конечно. — Потому что иначе он не воспринимал бы вообще много серьезных переговорщиков. И теперь мы вынуждены привязываться к этому протоколу. — То есть и как страна, и как действие Молдова-Газ. Хотя Молдова-Газ это выведение. — Для Газпрома было принципиально выведение вопроса, связанного с газом, на политический уровень. И я думаю, что это, еще раз говорю, было связано в том числе и с тем, что ПАС позиционировал себя как будто мы самоустранились и пускай там Молдова-Газ с Газпромом договариваются напрямую. Это первое. — И если вы посмотрите даже на положение этого протокола, который был подписан в октябре прошлого года, там одним из пунктов было что? Что вопросы не урегулированные или по которым мы там не сумели договориться, будут вынесены на межправкомиссию. Что такое межправкомиссия? — Поставлена существующая комиссия, которая обсуждает массу вопросов. — Межгосударственная. — Политическая комиссия, то есть это политический уровень диалога, это не Молдова-Газ с Газпромом, это политический уровень диалога, межправкомиссию, которую молдавская сторона обязалась созвать по инициативе молдавской стороны до 21 ноября прошлого года. — Я не знаю, была она созвана или нет. Я чего-то такого не помню. — А вот давайте еще один вопрос я вам задам, господин Парликов, который вы могли бы озвучить, который может переместиться в партическую плоскость. — Господин Витренко, вы знаете, кто такой Юрий Витренко, это директор «Нафтогаза», он заявляет о том, что есть долг в 200 миллионов, который он считает, что за номинацию, которая происходила со стороны российской стороны и не была оплачена, и не был прокачан газ, не оплачена в украинской стороне оператор газотрансферной системы. — С одной стороны, соответственно, на этом основании вы когда ранее, вот в начале передачи сказали, что может так случиться, что и прервется поставка газа через украинскую территорию, потому что неурегулированный вопрос на довольно значительную сумму. — Да, да. — И Украина не раз уже показывала, что она готова это сделать. — Еще раз говорю, я согласен с вами, что это может быть использовано как один из, скажем так, предтекстов, поводов, как один из поводов для прекращения подачи. — Я сейчас не об этом хотел бы спросить. В этом случае прекращается поставка газа, перекачка прекращается, и, соответственно, как бы у Украины тоже прекращается виртуальный реверс. — Да. — Вот, и она тоже часть недостатка газа будет иметь у себя в стране. Она же имеет, это Словакия сейчас до сих пор, Словакия же покупает, и Венгрия покупает, и она поставляет поэтому газопроводы, которые уходят туда. — Да. — И там Берегово и Ужгород, два промежуточных пункта перекачки. А теперь задам вам вопрос. — А почему в Молдове до сих пор не принимается виртуальный реверс? Есть какое-то специальное решение для того, чтобы сдерживать у нас кого-то? — Нет, я знаю, что у нас… — Или таможня не понимает, или… — Я думаю, что да. То есть, насколько я знаю, и этот вопрос, я просто, опять же, меня в качестве… — Нам бы просто помогла эта ситуация, понимаете, если бы у нас был принят виртуальный реверс. — Абсолютно согласен с вами, и насколько я знаю об этой проблеме в правительстве, значит, эта проблема в правительстве известна. — А над этим работают. Я так понимаю, что сейчас несколько людей уже получили даже по шапке за то, что тормозят. Потому что, опять же, не могу, скажем, в деталях это объяснять, но я участвую в качестве наблюдателя со стороны гражданского общества в работе, значит, одной правительственной комиссии, которая именно вопрос вот этого виртуального реверса, и там стоит вопрос именно таможенной. То есть, все остальное, практически все вопросы сняты. — Мало того, что газ нельзя пощупать для того, что она не понимает, а расчет объема газа производится по плотности, вы помните, а не по счетчику, например, в воде. Вот, так тут еще и вообще газ не зашел на твою территорию. — Да. — Или зашел и не вышел. Ну как так? — Да. То есть, эти вопросы нужно понимать и нужно урегулировать. И в Европе есть модели, то есть законодательство, потому что, блин, это же не в Молдове придумали свалконтракты. Это существующая торговая практика, соответственно, есть законодательство, на которое можно посмотреть, которое можно применить к себе и найти, как с этим работать. Я так понял, что этим, скажем так, занимаются сейчас вплотную, и вот этот виртуальный реверс... — Возможно, часть проблем поможет нам решить. — Да, поможет. — Вот. Теперь еще один такой вопрос. Вот вы когда рассказывали о том, что в какой-то ситуации Молдова-газ может стать предприятием банкротом. То есть, скажем, его деятельность может быть ничтожна, она может не осуществлять ее по причине отсутствия денежных средств. — Ну, представьте, что Молдова-газ поставляет газ только в Приднестровье. — Ну, юридически это возможно, самое интересное. — Ну да. Ну, а деньги откуда? Зарплаты на что вы плачете? — Я хотел задать другой вопрос. При этом, если в этом случае так происходит, как вы рассказываете, что происходит тогда с Молдовой-трансгаз, с дистрибьюторскими 12 компаниями? — Сейчас объясню. — Они же могут сказать, что мы тоже не можем осуществлять деятельность. — Тут есть нюансы. — Или наоборот, из Румынии заходит газ. И они говорят, стойте, мы как операторы не можем осуществлять деятельность, потому что у Молдова-газ есть проблемы. — Тут есть нюансы. Но, опять же, я уверен, что если дойдет до того, что «Газпром» не будет поставлять газ для правобережья, и, соответственно, у Молдова-газ не будет денег на операторов работу, во-первых, часть-то газа худо-бедно будет. То есть будут прокачивать другие. — Ну, без газа Молдова не останется. — В любом случае, что газ может прокачать? — Нет, почему? Потому что, я имею в виду другие поставщики, то есть они будут качать даже по той же инфраструктуре того же Молдова-трансгаза, или по тем же «райгазом» бывшим и так далее. — А ну, может они заявить о том, что у нас нет возможности, и мы остановимся и деятельность этой компании. — А что нет возможности? Зарплату хочешь? — Ага. То есть... — Ах, то есть ты хочешь зарплату kayжи газ? Потому что поставщики, а почему я говорю, что не будут качать Молдова-газ, а будут качать другие поставщики. Будут качать другие поставщики, Те они будут оплачивать транспортный и распределительный тариф, и из этих денег будут кормиться хотя бы предприятия транспортной и распредсистемы. Если дойдет до ручки, и вот никак, и нет, и ну штучи, я уверен, что правительство просто решением этой комиссии эту инфраструктуру возьмет под собственный контроль и финансирование. И если будет саботаж на местах, и не захотят работать, чтобы, ну просто чтобы саботировать, я уверен, что с этим справятся государственные органы. Да, то есть национализация не дойдет, потому что очень резкий шаг. Не дойдет, да, но... Взять под внешнее управление, забрать только сами сети. Я не думаю, что, то есть я не воспринимаю это как такой главный риск. Я и даже его вероятность рассматриваю как низкую. Я на данный момент не считаю, что, например, предприятие Райгаза или там тот же Молдова Трансгаз, что люди, работающие там, они враги себе и они враги Республики Молдова. Они здесь живут, у них здесь семьи, у этих семей есть тоже газ. Им нужно обеспечивать, им нужно обеспечивать, что это работает. Я вас уверяю, что если встанет вопрос о том, что ему там придет какая-то директива с Газпрома, что там саботировать не пущать и не давать, и с другой стороны на него дома будет кричать жена, я вас уверяю, что он больше будет слушать жену, чем тот Газпром. Поэтому, опять же, я не воспринимаю это как такой основной риск. Тем более, что, повторюсь, уверен, что у государства есть инструменты справиться даже с определенным уровнем саботажа. Но я не думаю, что будет саботаж. Я думаю, что не дойдет до именно таких энергетической войны. Но для того, чтобы не дошло, мы должны быть готовы к этим сценариям. В том числе, как я уже сказал, худший сценарий – это гуманитарный кризис в Приднестровье. Мы должны к нему быть готовы. Потому что он может запуститься вне зависимости от нашей воли. И чем менее мы к нему будем готовы, тем выше вероятность, что он случится. Тем лучше мы к нему будем готовы, тем меньше вероятность, что Россия этот сценарий запустит. Это горячую голову как-то охлаждать будет. Конечно. Если в Москве будут знать, что они запускают процесс, скажем так, гуманитарной катастрофы в Приднестровье, несут за это политическую ответственность, а при этом правый берег с этой катастрофой справляется и этот кризис абсорбирует, то они не будут это запускать, потому что им и так хватает проблем. А в этом случае давайте посмотрим еще раз. Им дешевле, им проще поставлять дополнительно газ даже по более дешевой цене. И тем более, что в Приднестровье его вообще бесплатно поставляют. Им проще поставлять газ бесплатно, продолжать в Приднестровье, но не нести никаких политических издержек, связанных с Приднестровским населением, сохранять лояльность Приднестровскому населению. Потому что вы понимаете, что запуск этого кризиса – это билет в один конец. То есть, если Газпром запускает там гуманитарный кризис… Обратного пути в Молдове нет. Да. Дороги обратно нет. А при этом вопрос такой. Давайте еще раз рассмотрим. Вы сказали, что случается этот кризис. Можно рассмотреть вариант баланса электроэнергии, что будет, если есть газ и нет газа? Я рассмотрю всю Молдову в целом. И Приднестровье, и оба берега. Значит, худший сценарий, когда… Электроэнергия. Мы говорим о электроэнергии. Более-менее приемлемым ценам поставлялась Молдавская ГРЭС на правый берег. А если Молдавская ГРЭС прекращает даже полностью выработку электроэнергии даже для левого берега. То есть, худший сценарий – это когда на левом берегу генерация практически сходит на нет. И в этих условиях… И ни уголь, ни базу она привезти не может. Ну, уголь у них там есть еще кое-какие резервы. Ну, я говорю, что худший сценарий. Назовно худший. Да, я рассматриваю худший вариант. Худший сценарий – это они ничего не генерируют. Приднестровские потребители отбирают электроэнергию из сетей просто по законам физики. За эту электроэнергию счет приходит, условно говоря, в Молдэлектрику как… Перетоки. Перетоки. И Молдэлектрике нужно найти деньги, чтобы за все это заплатить. Вот это худший сценарий. Что будет происходить в таком сценарии? В таком сценарии с первым делом все попытаются ограничить подачу электроэнергии в Приднестровье. Просто минимизировать потери. В первую очередь. И первые, кто будет это делать, будут украинцы. Потому что это из них будет. От них будет переток. И они первым делом включат… И им сообщают в первую очередь. И они первым делом включат ММЗ. ММЗ – это огромная часть потребления электроэнергии на левом берегу. То есть там печет, не знаю, по 100 мегаватт. Нет, там 362 киловатт идет на 1 тонну плавленой стали. Это да, это на тонну. Я говорю, что там печи никогда включаются. А так как они миллион тонн в год. Плавят, можно затем перемножить. Уважаемый телезритель, понять, сколько потребляет электроэнергии ММЗ. Газ он не столько потребляет. Газа всего 7 кубов идет на 1 тонну. То есть первым делом, конечно, скорее всего отключат ММЗ. После чего резко снизится потребление электроэнергии в Приднестровском регионе. После чего будут искать, пообщаются с Днестр Энерго и с Молдавской ГРЭС. И скажут, ребята, вы смотрите, либо находите, кто из вас и каким образом будет за это платить. Или как-то по-другому выкручиваются. Либо, если вы не будете платить, то будем потихонечку искать технические возможности отсекать вас. Это нелегко. На самом деле это нелегко. Потому что система очень взаимосвязывается. Но если будет продолжаться такая ерунда постоянно, что вы отбираете и ничего не платите, вот вам счет. Если вы не оплачиваете, значит будут потихонечку приниматься меры по поводу того, как вас потихонечку отсекать. Я думаю, что это может продолжаться даже в течение нескольких месяцев. Но от этого легче не будет в Приднестровье. Это я вам гарантирую. И закончится. Я этот сценарий рассматриваю только как... Ну вот он худший. Вот это худший сценарий. Вот хуже не будет. Украинцы, я думаю, некоторое время даже с деньгами подождут. По поводу Приднестровского региона. То есть все же будут понимать, что происходит. На самом деле это все, значит... Звенья одной цепи. Звенья, да. Значит, что это несанкционированный отбор Приднестровского региона. То есть все, что будет отбирать правый берег, мы оплатим. А все, что будет отбирать левый берег, будет ложиться, накапливаться как долг. Потом этому левый берег, с этого левого берега... Так, а вариант, когда газ есть в разных количествах? А если вариант, при котором газ есть, если его хотя бы достаточно для того, чтобы Молдавская ГРЭС покрывала потребности в электроэнергии внутри Приднестровья и не создавала напряга. На одном энергоблоке работала хотя бы. Да, чтобы не создавала напряга для всех остальных. Даже если они не будут поставлять на правый берег, то электроэнергию, дефицит этой электроэнергии, то есть недостатки объемов мы закупим либо в Украине, либо в худшем случае. В худшем, почему? Потому что дороже. В Румынии, да, это будет означать рост тарифов минимум в 2-2,5 раза. С учетом того, что в Румынии в 3 раза дороже, будет разбавляться часть нашей энергии. То есть тариф вырастет раза в 2, но жить будем плохо, но недолго. То есть через некоторое время, во-первых, да, это увеличит нагрузку на бюджет с точки зрения компенсации. Но с другой стороны, это не избавит Приднестровский регион от экономического коллапса. Не избавит. Потому что сейчас основные деньги Приднестровский регион получает из экспорта продукции, которая... Обеспечена дешевыми энергоносителями. Обеспечена дешевыми энергоносителями. Будет энергоноситель дороже. И за счет продажи электроэнергии на правый берег. Ну да, да, понятно. То есть если вы не продаете электроэнергию на правый берег, и у вас нет газа, который потребляется для того, чтобы произвести дешево металл, тара-та-та-та-та-та-та. Да, мы перечислили уже, да. Еще такой вопрос. Мы вроде бы поговорили, как бы, я не скажу там, в негативе, в позитиве. Мы просто расположили некоторые модели, некоторые ситуации проработали. Среди этих ситуаций есть ситуация, в которой мы могли бы с «Газпромом улучшить отношения?» Мы поставили вот так вот ситуацию, да. Я думаю, что да. И они нам и дешевле стали продавать друг, и изговорчивее стали. Я думаю, что да. Но здесь нужно беседа на троих. А кто третий? Украина. Без Украины ничего не получится. То есть Молдова. Приднестровь мы сюда не берем, мы все равно за него будем решать эту судьбу. Или Россия не выступает от его имени? Ну да. Россия, Украина. Да, значит, я не думаю, что приднестровские власти... Здесь приднестровские властями, безусловно, стоит общаться. В первую очередь для того, чтобы они понимали сами, куда они идут. И им нужно будет... На определенном этапе будут решения, которые уже нужно будет принимать в Тирасполе. И это будет решение либо обострять, либо сглаживать. Либо, условно говоря, выходить за красные линии Москвы, либо выходить за красные линии Тишинева. И в определенный момент в Тирасполе этот вопрос встанет. Поэтому с ними общаться нужно. Но, по большому счету, это будут все равно решения, которые, вне зависимости от того, какие решения будут приниматься в Тирасполе, без согласия Киева, Кишинева и Москвы улучшить или избежать гуманитарного кризиса в Приднестровье, предотвратить военные действия на территории Приднестровья, невозможно. Когда вы говорите о красной линии, вы имеете в виду политические красные линии или силовой сценарий, предположим? Я думаю, силовой и политический, и энергетический все. Потому что, опять же, Приднестровье всех устраивало много лет именно потому, что это была серая зона, в которой мутная вода, в которой всегда что-то хорошо ловилось. И ни для кого не секрет, что в схемах, связанных с Приднестровьем, жили неплохо люди. И в Кишиневе, и в Киеве, и в Одессе, и в Москве, и в других частях света. Некоторые до сих пор живут совершенно в других частях света, выходцы из Молдовы. Но решать этот вопрос, то есть сейчас нынешний статус-кво не устраивает никого. Оно не устраивает преднестровцев. Есть такое понятие в физике неустойчивое равновесие. Вот это неустойчивое равновесие. Вроде бы как, все то же самое, что и было. Но за счет изменения нескольких водных, о которых мы тоже сегодня говорили, и синхронизация, и реверс, и так далее. Да и многие, и война, и в том числе. Война, и так далее, и так далее. Лишение части докона. Вот это вот все становится очень зыбко. Вот оно вроде такое же, но оно уже все, оно уже не стоит. Оно уже не держится в равновесии. Все. И, соответственно, сейчас будет, значит, сложности. Сложности будет заключаться в том, что между Москвой и Киевом, в первую очередь, диалог, ну, крайне усложнен. Особенно с вот этими пересечениями этих красных линий. То есть сейчас... С то, с чего мы начали. Да. То есть сейчас, ну, пока что единственное, в чем удалось договориться, и что более-менее функционирует и по линии Киев-Москва, из того, что я вижу, опять же, конечно, не знаю. Но это обмены пленными, это вывоз зерновых, это, ну, пожалуй, вот... Не, пока некий мораторий на действия по критической инфраструктуре, как бы... Я думаю, которые потихонечку срываются, да. То есть я думаю, что вот мы более-менее, более-менее к этому... Тоже еще одно неустойчивое равновесие. Да. Там неустойчивое равновесие... То есть если... Потому что в чем заключается этот сценарий, который, я говорю, что помог бы избежать силового и какого-то кризиса на левом берегу. Это сценарий, при котором Москва, Кишинев и Киев договариваются, что... Значит, вооружение в колбасне... Потому что я думаю, что Киев в первую очередь где-то интересует военные силы Российской Федерации и вооружение в колбасне. Вооружение в колбасне подается, значит, под какой-то контроль смешанной с разных сторон, значит, группы, которая не представляет военные угрозы для Украины. То есть им нужно понимать, что российские войска там не будут задействованы в военных действиях против Украины. До тех пор, пока там существует... И оружие, которое там есть, тоже не будет задействовано против Украины. Да. До тех пор, пока там есть только российские войска и это оружие находится только под их контролем, никакого доверия к тому, что это не будет задействовано против Украины, естественно, Украина испытывать не может. Это раз. Газпром согласен, или российская сторона согласна продавать или поставлять газ на более или менее вменяемых, гораздо более вменяемых условиях в Республику Молдова и в Приднестровье. На определенный переходный период Приднестровье обязуется постепенно повышать тарифы и научиться платить за газ и доводить внутренние цены на газ до того уровня, когда Газпром, до тех цен, которые Газпром будет поставлять. Да, но здесь нужен вариант раздельной цены. В одному оператору по одной цене, в другую по другой. На уровне оператора есть нюансы, но именно Газпром для людей и Газпром для потребителей с обеих берегов, он будет более или менее уравновешен. И в третьих. При этом, соответственно, на этот переходный период у Приднестровья сохраняется возможность, часть этих денег за счет того, что они их не выплачивают Газпрому. Сохранять внутри себя и поддерживать свою социальную сферу. Да, да, да. Не разойтись по швам. Постепенно начинать выплачивать Газ. Молдова с этого получит, что на некоторый период, год, два, три, у нас будут относительно низкие цены на энергоносители. Да, это раз. А во-вторых, они сами позаботились со стороны Москвы за их же деньги о Приднестровье. Не надо тратиться из бюджета. Ну да, они сейчас в первую очередь заботятся за их деньги, потому что, когда сказали, что Молдова оплачивает. Что Молдова оплачивает? Молдова ничего не оплатила за, то есть Правобережье ничего не заплатило за потребление на Левом берегу. Да, есть долг за Левый берег, Молдова-Газ должно за Левый берег. Ну так должно. Точнее, даже не так. Коммерческая организация, которая называется Молдова-Газ, должна. Молдова-Газ должен. За другое коммерческое лицо Террасполь-Трансгаз. Вот, а там уже как... То есть, де-факто деньги же не так, что Молдова-Газ выплатила эти деньги, но не смогла их получить из Приднестровья. Тогда бы получилось, что да, мы профинансировали Приднестровье. А так-то на Правый берег ничего не поступило, но и в Москву-то ничего не поступило. Соответственно, это финансирование, этот долг, он фактически перед Москвой. Совершенно верно. Так что да, в этом смысле я... В какой-то степени оптимист. Самый благоприятный сценарий именно с точки зрения... Потому что я не кровожаден. Да, я не кровожаден, поэтому я бы хотел, чтобы это был сценарий такой... Как можно более плавный, более спокойный, более продуманный, чтобы все стороны стали просто более взвешенно подходить к этой ситуации, понимать, что друг к другу они... Да, потому что там все-таки 300 тысяч человек. Даже если враги, то выхода такого простого не будет. Там 300 тысяч человек, которые являются нашими согражданами, которые я не хотел бы, чтобы стали, условно говоря, заложниками... Потому что, если пойдут худшие сценарии, развитие худших сценариев, то дойдет до военной интервенции в Приднестровский регион. Со стороны? В первую очередь, Украины. Я думаю, что даже им не надо будет туда... Я думаю, что и сейчас украинцы были бы готовы туда войти, если бы не ограничения со стороны правого берега. Но и опять же, если Кишинев не сможет доказать, что мы можем удержать ситуацию под контролем, и мы не, скажем так, не допустим, можем не допустить, то Украина будет считать это легитимной целью. И ликитация угрозы для себя. И не будет считаться даже с Кишиневом на этот счет. Поэтому я и говорю, что сейчас для того, чтобы избавить градус напряженности, диалог нужен не только по линии Кишинев-Киев или Кишинев-Москва. Нужен диалог по линии Москва-Киев. То есть Кишинев-Киев-Москва, чтобы втроем попытались найти, нащупать какие-то компромиссы в этой области. Если этого не будет, то, на мой взгляд, кризис неминуем. Я не знаю, как его можно еще и спешить. Очень такой, я вам скажу, я бы не сказал, пессимистичный какой-то вариант рассматривается. Но хорошо, что мы его рассмотрели. Вот о том, что все-таки диалог нужен, о том, что без диалога все стороны не смогут договориться, а как все в одной лодке в итоге, и в итоге будут плохо все. Есть у вас какие-то еще мысли в заключении передачи, господин Парликов? Может, вы что-то хотите особенное сказать зрителям? Может быть, отдельно что-то выделить? Может быть, из нашей беседы что-то вы не раскрыли и хотели бы вернуться к этому вопросу? Да нет, я думаю, что я, в принципе, основные тезисы сформулировал, донес. Мне кажется, нормально. Спасибо большое, что наша беседа была оценена как нормальная. Что все, что вы хотели донести, вы рассказали. Я то, что считал необходимым и считал интересным для наших телезрителей, то, что они не услышат на других каналах, надеюсь, услышали из нашей беседы. Я думаю, что наши зрители достаточно умные. Они станут понимать гораздо больше, в какой ситуации мы оказались. Но самое главное, что есть определенный оптимизм. Этот оптимизм мы разделяем вместе с господином Парликовым. Мы думаем, что если правильно думать каждому, ситуацией, которая сложилась сегодня, в том числе и в энергетической сфере, если вести диалог, то обязательно мы добьемся хорошего результата для всех. Прежде всего для того, чтобы наши люди жили лучше. И, может быть, благосостояние их увеличилось по сравнению с тем, как было до военных действий. Спасибо большое всем за внимание. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова